Вторую команду прошло сезон от ЦСКА. Лео Гуглищицей, который из Урала уже ушел, пробовался на этой позиции. Другие крайние защитники. Внимание, момент и гол! 1-0, Урал впереди! Вот так, они с аута забили гол Локомотив. И Владислав Радимов, Андрей Аршавин дали прогноз, что сегодня Изидор не забьет. И вот я внутренне согласился с их прогнозом. Момент и гол! Виссон или Изидор? 1-1! Ну забил получается. Любят болельщики. Внимание, Изидор, перехватывает мяч на дальние штанги, партнер. И неужели он забьет это сантастика? Как он это делает? Может быть вот она, его позиция. Это фланг атаки, это никакая не оборона. Смотрим, что решит ТСКА. У СКА новый состав. В принципе, судейский корпус у нас сильно обновлен. Сейчас может быть опасно. Нижний Новгород забивает. Нижний Новгород открывает счет. Грубейшая ошибка в обороне московского «Динамо» Идгар Севикян забивает первый гол нового розыгрыша Кубка России. Вот так стартует этот сезон, что уже между первым и вторым туром, когда вроде бы только как это сезон команды, кубковые матчи. И вот ответ, и вот возможность, и вот, и вот ответный гол! И тоже посмотри на ровном месте. Да, и здесь тоже. 1-0. Очень спокойно и без шансов для Ильи Кубцова. И он этим шансом пользуется. И это гол. И снова без шансов. Гол! Проекция должна касаться точкой. Так и есть. Прямо сейчас. Короткий развек. Удар. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Сейчас опять Клаудиня. Трибуна поддерживает рывок мостового. Мостовой ищет хороший адрес. Клаудинь красиво. Сам нет. Нет, но он чистый. Как Клаудиня пропустил элегантно мяч под ногой для того, чтобы эта атака стала по-настоящему Голливуд. Может быть интересно. Уже теперь Афман не добегает по оборону Косьера. Клаудиню здесь рядом. Вот классно катывает Клаудинь. Ох, это шедевр. Это просто красиво. Рэмси в Ювентусе отнял голу Криштиану Роналду. Когда он с линии ворот вбил мяч в ворота и показали Роналду крупным планом. Он просто глаза были на пол восьмом. Вообще не понял, как так можно. Вот сейчас обратил внимание, да? Мостовой Мопе вбить мяч в вороту. Но не стал этого делать. Далее матч. Ура! Платье! Хороший заброс. Арбузов. Ну вот о чем я говорил. Молодец! Какой Ярослав забивает первый гол в этом матче. И думается, что не последний вообще. Штрафной Бахтиерас. И Нудинова и 2-0. Вот так вот Гошева встречает столичные армейцы. Как легко даются ЦСКА. Голы в этом матче. А самые главные моменты. Опять проигрывают подбор. Армейцы можно забивать. И Гаич делает счет 3-0. Никакого положения вне игры нет. Но знаете, везет так везет. И отскок в пользу ЦСКА. Сегодня Джимми хотел поиграть в футбол, но не сложилось. Как здорово! Чалов принимает мяч! Федор Браво! 4-0! Очень мне напоминает этот матч, который в концовке сезона случился против Ростова, где ЦСКА дома за тайм забил 4 мяча. Как Арпузов действовал в первом тайме. Взял на себе инициативу. Развернул Башича. И опасно пробил. Гол! И забивает Матвей Кисляк! Ничего себе дебют у Кисляка, да? Первая игра в карьере за основной состав ЦСКА. И забитый гол. 19-летнего игрока. Носков. Еще один прострел. Ербаков забивает сам. Шестой гол. Но это геймсет-матч. Не по результативности в кубковых соревнованиях. Я уже говорил о том, что у него всего два гола было. Горшков, прошу прощения, Ежов пока мелькнув в футболке ради получения приза. А вот какой момент несогласованность в игре защитника и вратаря стоило пропущенного мяча. Точнее даже полу защитника. Это был Дмитрий Вынесеня. Понадеялся на Латышенко. Ударами ног, поэтому идут его накрывать, прессинговать. И удар, гляну Гузина, добивание. И мяч в сетке ворот. После того, как здорово пробил Гузина. Снова Кузьмин. И это передача. И удар, и гол. И мяч в сетке. Балтика. Сергей Игнашевич. Все в одно касание. И тут передача назад какая от Ежова. Мягко говоря, несвоевременная. Голевой пас плюс гол. Ну а у Ежова тоже голевой пас, но правда чужому игроку. 180 градусов, но не прошло. А вот здесь Бейл, Бейл. Проталкивает таки этот мяч в ворота. И надо же его схватить Бейлу. 2-3. Что за матч? Да, настоящая кубковая битва. Кравцов. Медведев. Батырев. И подачу нужно сделать. Есть и момент для удара. И гол. Какой красивый мяч сейчас влетает в ворота. Виталия Гудеева. Это Мигел. Мигел забивает. И забивает первый мяч за новую команду. Уже во втором за нее матче. Моцман. Подача. Борьба. Удар. 1-1. Кравцов. Мяч перескочил ему через ногу. Кравцов продолжает бороться. Продираться. Кравцов. Кравцов. Что делает Кравцов? Что делает? Что делает Кравцов в одиночку? Кравцов. Он уходит от Якимова. Дальше. Он обходит Брызгалова. Моцман не помог. Медведев. Красиво. Элегантно сейчас ушел от соперника. Пас на Джорджевича Стенко. Это блистательно было сделано. И все-таки мяч вылетает в ворота факела. Там притаившийся, хитрющий Кирилл Заика. Между линиями передачи. И здесь сразу при приеме свободную зону находят игроки Ростова. Классная разыгранная атака. Удар. Гол. Великолепно. Это высший класс. Великолепная атака. Геометрически она была безупречна. И там все было к месту. Вперед отдавать некому. Умяров на фланг. Там посвободнее. Там Клузевич. Его встречает. Волков. Передача в штрафную. Зобнин. Момент. Надо забивать. 1-0. У Спартака было преимущество. А Роман Зобнин в последние полтора года открывается по-новому. Здорово. Спартак в касании. Зобнин. Это вообще была красота. Пруцов. Удар. Рикошет. Еще момент. Гол. Ван Гонда. Мяч отскакивает к Тео. И Тео, опережая Хлутевича, который тоже был на ударной позиции, бьет с левой. Будет удар или нет. Это Кривцов. В штрафную Кордова. Хорошо. Экстов. Прострел. Опасно. Гол. Гол. Забивает Кати. И счет становится 2-1. Давай сначала посмотрим угловой, который приводит к открытию счета в этом матче. Опять сработал угловой. Опять получился стандарт. Центральные защитники. И гол. Гол со стандарта. Это Сарвели. Ошибается Янович. Ошибается Янович на выходе. Развитие атаки у Спартака сейчас великое множество. Благо, что есть исполнители практически под каждую модель. Медина переводит мяч налево. Классен можно пробить с правой. Удар шикарно. Оооо. Первый гол с Классена за Спартак. Очень легко на замахе он убрал соперника. И вот о чем говорил. Соответственно приняли решение заявить его как португальца. Пруцов с мячом. Отсюда тоже можно пробить. Но Пруцов на кратке играет с Классеном. Зиньковский. Хорошо. Игнатов. Здорово. Пруцов. 2-0. 2-0. Из ланги и вывел Данила Пруцова на ударную позицию. И Пруцов не сплоховал. 2-0 повел Спартак. Здесь многое построено на свежести. Сулейманов. Класс. Класс. Забивает Тимур Сулейманов головой. Ну и на свой гол Нижний Новгород наигнал. Ну и сейчас подача у Пяткой. Красиво. 3-1. Никита Чернова. По-моему Чернов сам испугался, что вот так нестандартно, креативно и здорово сыграл. 3-1. И это еще только первый тайм. Смитян. Смитян сегодняшний именинник может бить с дальней дистанции. 3-2. Здесь забивает это событие. 2 за матч. Это грандиозное событие. Забил Сулейманов. Бойцы хорошей подачи и хорошего удара в дальний угол. Подача еще. На концу. 3-3. Вот так возвращается в матч. Вот так 5 минут. И Паре НМ снова с углового забивает. И вот так заварю-ка я вам чаек вам чемпионат. Я даже не помню, были ли такие случаи. Сулейманов. 4-3. Нижний Новгород. За 10 минут Нижний забил 3 ворота Спартака. Не дает спокойный мяч. Игрокам Спартака разыгрывает. Передача штрафную. Игнатов. Игнатов. 4-4. Бесконечный у этого центрального защитника. У этой скалы. Он проиграл здесь. Единоборство проиграл позицию Игнатову. Трошечкин. И тут же, смотри, как Спартак вгрызается в этот мяч. Трошечкин. Кацук. Кацук. Ты что, Кацук? Кацук. И Ботарь выручает Ботарь. Квинси. Ворот пустые. Квинси. Кацук Кирилл. С Трошечкина все началось. Он завозился дальше. Пас назад. И Кацук. Ну как это возможно? Это необъяснимо. У него спроси, он сам не ответит. Так не делаю. Он так точно не делает. Так нельзя. Но так бывает. До сегодняшнего дня сидел за спиной. Николай Заболотного на скамейке. Вот сегодня получает первый шанс. И какой отскок. С рикошетом забивает Габриэль Флорентин. Да, наверное, здесь касание соперника помогает. Большими силами Оренбург идет вперед. Позиционная атака. Хорошо играет. Томас Мурый какой-то Степан Аганесян. Это просто фантастика. Какой гол забивает. Перехват сейчас у факела. Очень хорошее подключение. Максимова может убить. Опасно. Один. Ноль. Счет становится. Давайте смотреть. Ох, какая передача роскошная. Нельзя промахиваться. И он этого не сделал. Мяч вроде в руку Дугласу Сантосу попал. Или так только показалось. Сегодня уже один вар вмешивался в игру. Смотрели падение Марио Фернандеса. А здесь будем ли смотреть эту игру. Но пока мы досватываем атаку самого Зенита. Иван Сергеев принял мяч. Ударил. Гол. Гол засчитан. 1-0. Зенита выходит вперед. Но это нам с тобой, Петр, не мешает. Посмотреть все с самого начала. И постоянно. И без промаха. 1-0. Динамо упарит вперед на 31-й минуте. Подача Гладышева. Ух ты! 2-0. 0-0. 1-3. 1-3. Вот теперь 2-0 в их пользах. У Динамо, тем более, это третий уже голкипер с начала сезона. Классно принимает мяч Кривцов и забивает. 2-1. Классный мяч. Браво. Браво, Никита. Два технаря друг с другом. Скопинцев и Шапи. В итоге Шапи отпирает мяч. И так точивается атака Краснодара. Мозес. Удар 2-2. Вот. Скопинцев завозился. Шапи был внимателен. И отобрав мяч, тут же сделал пас в центр. Очень тяжело без Эктова. И путно бы по ощущениям. Небольшие проблемы с краяниями защитниками есть. Удар Грулева. Рикошет. Гол. 3-2. Не стал лично менять пару Грулев-Гладышев. Хотя, казалось бы. Добавили щелк. Удар 3-3. Удар поворотом. Рикошет. Гол. 4-3. Ассен Захарян выводит свою команду вперед. Галаян по-прежнему с мячом. Дальний удар. Перекладина. Ничего себе. Будет продолжение. Барков. И автогол. Дальний удар Галаяна. И доработали игроки Балтики. Быстров. Быстров. Под прессингом Дудиева оказался. Можно продолжать игру. И второй мяч. Влетает в ворота Ахмата. Барков забивает этот гол. Навес игроков Рубина. Удар поворотом. И гол. Рубин снова забивает с углового. Навес. На ближнюю штангу. И очень хорошее в линию атаки. На ближнюю штангу. И приводит к потере. Дмитрий по снизу. Хорошая передача в касание. Удар поворотом. И один совершенно остался перед поворотом Алексей Каштанов, который воспользовался этим моментом. Гагличицы. Подача. Опасно может быть. Китка Кудряшова. Быстрее просыпаться нужно. И попытка добить. Вот, пожалуйста, все-таки получилось Обухову это сделать. Ай-яй-яй. Как потерялся. Буквально на секунду. Альшин и этой секунды хватило для того, чтобы пробить поворотом. И вот он опаснейший момент. Алла Сегун. Корнуба. Ииии. Как сейчас кижегородцам. Грустно. Такой классный тайм они провели. Да и вообще матч неплохо случился. Возвращает мяч назад Литвинов. Пруцев. От Пруцева мы ждем энергию в центре поля. Подача. Удар головой. Гол. Как мы помним, Игорь Лищук. Тогда Соболев отличился на 10-й минуте. А здесь уже произошло это на 6-й. Повидавшие виды. Боречки красно-белых. Был забит. Как раз противоположного фланга. Медина. Подача. Еще один удар. Гол. И гол. С дебютом и с приездом. Смотри. У Спартака 5 ударов поворотов. 4 уже в створ. И еще одна атака. Зиньковский. Пожалуйста, 3-0. Это на футбольном жаргоне называется отвозили. Пару ударов мы уже видели. Гогнидзе попадает в Зиньковского. А Зиньковский ставил на положенных 9 метрах. И контратака Спартака. Зиньковский убегает. Зиньковский. Это футбольный буллин. Зиньковский. 4-0. 4-0. Идеальная передача по своевременности. Понимая, что Зиньковский обладает сумасшедшей скоростью. Значит, Чавеса. Через Моричаля. Через Фернандеса. Прямо на ногу Нгамалё. Нгамалё может обыграть Мартинса. И обыгрывает его легко. Удар и гол. Браво Муми. Браво Нгамалё. Мне кажется, футбол вполне смотрится. Все-таки попытки и тех, и других есть противов. Иван Бабер сейчас падает. Теряет мяч. Конатэ прорывается. И забивает. Все-таки гол. Камила его обокрал. Конатэ продрался через Барыча и Романа Евгеньева. И потом перекинул Богдана Овсянникова. Вот так вот выглядела анатомия этой атаки. Подсёк этот мяч. Скажу так. Ух ты, какой гол Бейла. Напомню, что нарушил правила Тодоровича в этой ситуации. Передачу сам открывается под обратный пас. На вес хороший побед и гол. Тодорович, у возникли проблемы при обработке мяча. Его вынужден был отдавать. Ката. Великолепная разрезающая передача. Седба. И выход 1-1. Олейников перекидывает, как и Конатэ. И век сетки Воронск. 3-1. Это точно победа. Иван Олейников классно использовал этот момент. Юсупов 1-0. Не угадал Никита. Направление удара. 1-1 в серии. Он забивает. Слушайте, но... К сожалению, бывалого защитника бразильского, который... Пробивает Акинфеев. На бабке. Четко в угол. И Акинфеев опять угадывает направление удара. Но в данном случае Батрев. Левоногий игрок. Бьет по центру. И в конце концов не трофея, не судьба трофея решается. Удар в самую девятку от Крама. Рича. По центру. Хлестка. Не знаю, что означало вот эта вот замена. Или поменяться позициями, подсказал Галуптенов. Но сейчас внимание в другое. До этого он входил в штрафную площадь для того, чтобы сделать передачу поперечную на Ваханию. А здесь есть, конечно, кем менять состав в Галуптенове, у меня всякого сомнения. И, скорее всего, тренер к этому может прийти во втором тайме. Тем более, что счет становится 2-0. Вахания! Вахания! Вахания забивает мяч. И момент. Гол. Максим Глушенков. Глушенков забил во втором матче подряд. Веслаб Лазарев. Подача. Удар. И вот теперь уже по-настоящему на счете дважды. Ну, причем на этой же правой кровке он располагался. Он говорил, что... Ну, смотри. Потом. Ну, смотри, конечно, мяч внутри вара. Ну, скорее всего, да. А зачем Арбитр поднимал кожу? Лисовой. Катит и Петелло. Вот момент. И... Дебютный гол Петелло. Динамо с вами деньги. Петелло. Несколько ошибок. Катит и Боржес бьет и забивает. Наиграли на гол. Наиграли. 1-1. Катит делает небольшую паузу и аккуратно в угол посылает этот мяч. В тот же угол, только с правой ноги. Тут все рекорды ранние сроки закончатся для Краснодара, потому что они ведут 3-0. Они ведут 3-0 в этой серии. Станислав Агатцев, главный уже герой этой встречи. Нгамалё. И почти он угадал направление. Аккуратно в угол. Без нервов. Да, пока что Агатцев. Ленини Лещук. И Краснодар выигрывает этот матч. Назар на пятый гол, когда отличился к миссу Промес и поддержал. КТК удар, гол! Леон Классен на сей раз с левой ноги пробит верхний угол. По-моему, это был вообще первый удар. Получается, Краснодар-Динамо поборется за путь регионов, за путь РПЛ. И кто с третьего места выйдет в путь регионов. Мартинс, 2-0. В атаке после этого создал больше, чем играл с тремя форвардами. Хотя Финк закладывал неплохое. А это Квинси! 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 3-0! Он, ну, просто не смог догнать Квинси. Давай так. Скажем, Квинси голевая, гол. Ну, действительно, легенда знает, как выходить. И так с оглядкой Писарский продвигается вперед. А кто поможет? Рахманович набирает ход слева. Писарский решил все делать самостоятельный удар. И Владимир Писарский первый гол сезона оформляет. И спустила ему. И получил голландец карточку. Здесь ошибается Муцко по полной программе Рахманович. Всегда готовы наказать. И это Абар Рахманович делает. А сейчас в финансе Галаян. И мяч в ворота. 1-2. Все только начинается. Получается так. Но передача сделана в цепь ночь. Неправильный. Это еще одна контратака. От Сочи. Здорово. Мелкадзе набирает скорость. Гаич против него. Подача от Мелкадзе. Какая подача и какой гол. Браво Сочи. Еще раз посмотрите. Здесь Юсупов разогнал эту атаку. Еще один угловой. И вот момент. Гол. Сильный разбег и удар. И сила есть. И Никита Гойла. Разбег давил. И вот здесь как будто дуэли взгляд. Ир Дамила переиграл Гойла. Удар. И снова. Снова без шансов. И вот удар Файзулаева. Вау. Ох. Ох. И снова как спокойно. Данки не проницаем. Удар. Поворотом. Боу. ЦСКА. Побезает в этой серии. Локомотива на скамейке запасной. Гильермо Урала на поле. И Гильермо Урала забивает. Ему вновь угадал. Ведь по мазу. Это уже очень серьезно. Бигфал. Ведь потащит и три. С 11-метровой отмечки. Тем более как там против тебя Даниэль. Нет и потащил. Так что это та еще химия сеткута. Забил Сильянов. Решающий момент в матче. И Урал побеждает. По выходу из-под прессинга. Поэтому сегодня мы это часто и видим уже по первым минутам. И за этим внимательно следим. Такое хорошее вылазка Игнатова. Бить можно по воротам. Он забивает. Никто не встретил молодого Игнатова. Ничья 0-0 была в основное время. По финальце выиграл Урал. И там максимально обострилась ситуация в группе. Поэтому очень важно сегодня Рубину из этой борьбы не отстать. Чубич. Прострел. Можно забивать пустые ворота. И делает это. Прострел на Уриде. Уриде не дотягивается. А Абшатцев дотягивается до этого мяча. И закатывает его в ворота. Бьет Тугарев и разводит Яновича и мячик по разным углам. Основной защитник команды, который сегодня начал матч на скамейке, разбегается. Бьет и точно в уголок направляет мяч. Галинков. Удар. И очень похожая история с Романом Тугаревым. Ну и вот интересно, насколько умеет читать друг друга этот футболист. Коновалов против Медведева. Удар. В уголочек Коновалов вводил. Удар Четинина очень хороший. Эту игру и закончить. Удар и забивает молодой Игнатов. 4-2. Три центральных вышли они играть. Или в два, потому что по фамилии в принципе три центральных набираются. Удар по воротам. И вот так вот болгарский гол на четвертой минуте. Неопытно начинается эта игра. Уже на четвертой минуте команда хозяев поля выходит вперед. От экрана не смотрит футбол. Коноте после гола. Ахмат не так остро атакует. Наблюдаем за футболистами, которые не так часто выходят на поле. Еще удар. Укрепить преимущество Ахмата. Но просто зеркальное практически отражение на стороне всегда. Кажется, что все так и надо было делать. В общем, это совершенно другое видение эпизода. Но справа был момент. А вот 2-1, пожалуйста. Иван Сергеев. Красиво, аккуратно. Когда первый матч проводился. Зенит, то ни один мяч не отдавал. Без обводки. Включился Зенит. Коваленко, передача. Момент Сергеев. 2-2. То, о чем мы говорили с вами в самом начале. Катович смещается на фланг. Для того, чтобы здесь усилить. И увеличить преимущество. Классная подача. Вот это голище. Касьеров вчера смотрел Лигу чемпионов, я уверен. Вот они, бразильцы. Ахматов действий. И понеслась атака. Пас налево. Подача. Фомент. И 3-3. Счет становится. Это Ильин. Мирослав Ромащенко не верит к чему. Потому что его команда Зениту сумела перезабить. Или что эта передача прошла. Касьера. Аккуратно кладет мяч в угол. Боит большой разбег. Изидор вроде целит в левый от себя. Угол. Мы смотрим, как по мячу будет. По сути он работает. И почти. Ильин. Удар. Но тут почти он уже стал прыгать. Аринанд пробил другой угол. Разбег. Самый уголок. 4-2. Зенит одерживает победу. Медленно, но верно. И спокойно. Центральный защитник Оренбурга берет разбег. И забивает. Под оглушительный свист местных трибун. Разбегается. И забивает очень уверенно. 2-1. Посмотрел на Гудеева. И пробил туда же. Не ошибались футболисты Оренбурга. Одна ошибка есть у гостей. Якимов. И касается этого мяча Андрей Ходанович. Гоглючице. Хорошное исполнение. Влево от себя угол. Кстати, Рубин не забил. Но тогда очень неудачный был матч. Мне вообще непонятна была деятельность Рубина. Главного тренера Рубина Хаби Грасси по поводу замен. Да и то, что был замен. Вот тогда... Ну, ну вот. Вот он гол. Подача Бигфалви здесь подтолкнул. Ну да, упал игрок Рубина в столкновение из Бигфалви. Подачу, кстати говоря, выполнял Кулаков. Короткие. Дмитриев и Бивеев. Бивеев проходит. Бивеев простреливает. Удар, удар. Гол. Эрик Бигфалви давно не забивал в кубке в Екатеринбурге. Как-то прихрамывает он. Подозрительно. Ну вот Кросс в штрафную площадь. Классно Сергеев принимает. Классно обыгрывает Борискорий. То, что угол был островат, отправил мяч прямо под перекладик. Класс. Здорово проходит во второй раз Номерлан Мусаев. От игрока Зенита прострелы добивали. 1-1. Балтика сравнивает счет. А манерия балтийцев на стырной манере продраться с мячом к воротам. Ну а Зенит прорывается опять. Мунтуан хорош. Передача под удар. И гол забивает Зенит. Вдруг Кирш из глубины. Вот от кого не ожидали, наверное, этого включения в атаку. Ну, может быть, эта страничка аналитики была. Сейчас Сулейманов. Штрафной Сулейманов. Гол. 1-0. Локомотив. Тимур Сулейманов. Кирш. Сельянов. Поджимает. Сулейманов. Прострел. И удопа. 2-0. Получилось этот гол сейчас локомотиву забить. Там чуть поджали. Вот видишь, Миш, я же не выговорил, что надо поджимать. Но с мячом остается локомотив. Передача Дзюба. Пятка. И класс. Ну здорово, здорово, да. Это здорово. Максим Глушенко забивает после шикарной пятки Артема Дзюбу. Нормальная яплодиа. Для буднего дня момент. Гол. Гол забил Ростов. Все-таки это Максим Осипенко. Ну и Маринато. Все-таки сухой матч отыграть не сумел. Номер капитан команды. И смотрите, какой момент уже у Ахмата удар. И вот он первый гол в матче. Его забивает Владимир Ильин. До которого мы даже еще не добрались в объявлении стартовых составов. Вот он и резвый. Резвое начало от Ахмата. Мы привыкли к обратному. Ахмат хорош. И Камилон. И передача на Мохаммеда Канате спасает Фролов. А дальше. А дальше все-таки гол. Сейчас будем разбираться в повторе. Выходил вроде бы Фролов, чтобы сохранить угол. Вот здесь смотреть повторы. Динамика игры нам просто не позволяет. Еще момент. Еще моменты 3-0. Еще моменты 3-0. Но все-таки это было... Это должно быть. Перевод классный на Маркова. Который немножко медленно в развитии атаки. Магаль высерпал мяч. Уже моменты удара. С левой на рот. И гол. Магалища какое. С левой на рот. Знаешь, ведь сегодня факел близок к тому, чтобы разбить безпрочечную серию ЦСКА. В последний раз они проигрывали Динамо в дерби. Подача Келвина. Момент, удар и гол. По дуге недостижимый для Кузиева. Недостижимый для центральных защитников. И Гай в чемпионате в минувшем туре. С пенальти. И он это делает вновь. Очень просто, ближе к центру. И это Федор Чалов. Федор Чалов все свои пенальти забил. В этом сезоне. Табу сели. Удар. И тоже по центру. Если вы сказали, Гудив получает свой шанс. Сидит. О, здорово. Здорово. Это еще один футболист. Иван Обляков. Левоногий футболист. Бьет. Легко. Угадал направление удара. Бьет. Поворотом ЦСКА. С Усков. Дотягивается Торов. Красивый Торов. Курмистров. Курмистров. Прорвался в штрафную площадь. Просрел. И мяч влетает у народа. Вот он. Поехали. Какой курортный футбол. Ну-ка, быстренько забыли об этом. Все понеслась. Разбегается Обухов. Удар. Но здесь все четко. Владимир Обухов. У Сочинцев вызван Дрюкушич. Но еще вызван Макарчук. Об этом попозже. Потому что Михайлов несется на дальнюю штуку. И делает идеальную передачу тому самому человеку, который только вышел на поле. И все в порядке, уже поднимается. Зиньковский отбивал мяч. А и тут прилетел к Смолову. Рикошетный мяч всех километров. Ну что ж, они заслужили свой гол. Они заслужили свой гол. Динамо. Динамо соустремляется в новую атаку. Возможно, еще успеют до окончания. Первого тайма. Забить. Удвоит преимущество. Максименко вытаскивает первые удары вторым. Они добивают его. Но он конкурент Рябчука. Новая быстрая атака Динамо. Грулев. Отскок. И все. Сегодня для московского Динамо, московского Спартака. Почтеннейшей публике. Пустые ворота. Не первый раз он уже так перекладывает мяч с ноги на ногу. И снова пошел из-за штрафную. Помните, какие забивал в прошлом розыгрышку к России? Ух ты! Еще один удар. И вот. И вот еще один гол. Вот здесь пристрелявшись Краснодар уже. Бьет точно в цель. Пусть и со второй попытки. Видимо, розыгрыш. Да. Ахметов на баня. И все-таки гол. И все-таки гол. Нападающий не может. Защитник поможет. Георгий Арутюнян. Право. И Краснодар остается. И Краснодар остается в борьбе за путь РПЛ. Хордоба. 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 Краснодар 3. Нижний Новгород 0. Гол. Гол, 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 гол. Гол, гол, гол. И вот Сергеев. Барыч вместе с ним. Сергеев прервется к воротам. Удар. Гол, гол, гол. Гол. И все-таки есть пятый мяч Сергеева в этом розыгрыше Кубка России. Сказал, давайте играть дальше. Подача жуниора. И вот он гол! Классная подача жуниора. Влетает туда Антон Швец. И головой переправляет мяч в сетку. Подача Пистровича. Не сумел он всех перекинуть. Резван Уциев остановил этот навес. Жиров. Хорошая скидка назад. Мусаев. Здорово! Эндрикес удар и гол! 1-1! Как же здорово они разыграли этот стандарт. Эндрикес забивает первый гол в России из шести ногой. И с подачи Тумерлана Мусаева это было сделано. Он активное участие принял в том эпизоде. И хотел бы, конечно, еще и вот он с мячом. Да, Тумерлан Мусаев прямо сейчас набирает ход по левому флангу. И если... И какой колесник забивает Тумерлан Мусаев! И этот гол для него первый в этом курдовом соревновании. Если пускай выйдет, то это где-то на последние минуты. Там как раз и порассуждаемая тема. Ну да, еще раз нужно напомнить о том, что пас делает Малеров. Да, на Мусаева. Удар какой! Тумерлан! Сегодня у Тумерлана Мусаева два гола и результативный пас. Предстоящим героем встречи становится Тумерлан Мусаев. Гузина. Он тоже хочет сегодня забить. Мусаев тянет руку передачу, ждет. Ух ты, Гузина тоже забивает! Еще и Гидеон Гузина принимает участие в этом пиршестве. По-моему, Кузьмин ему покатил этот мяч. По календарю Локомотив уже вышел в путь РПЛ. Сейчас атака железнодорожников подачи. Текнезян, гол! Перед матчем с Дмитрием Шнегиным предположил, что Текнезян сегодня забьет два. Один уже есть. Можно делать пас на Текнезяна. Текнезян уже здесь. Текнезян 2-0. Но это супер атака. Это супер проход Локомотива. Здесь все было сыграно без фальши. Дальше в так. Миранчук развернулся. Перед ним есть свободное пространство. Момент. Зорвели. Зорвели. 3-0. 3-0. Положения вне игры не было. Не удается, правда, замедлить, цепиться Мартину Крамаричу. Но со второй попытки через Маргасову. И какой мяч! Второе дыхание получила эта атака. Хорошая передача какая? Джорджевич в штрафной площади на ударной позиции. Добивание Маргасова! Ну, хорошая атака. Вот этот пас был великолепный. Тут Кристиан Набоа сыграл с Батаревым. Полагаю, чуть-чуть меньше вариантов также. Ошибиться, но нет. 1-0. Кадшаров открывает счет. Ошибаются спартаковцы, но по-другому. Сандер Соболев против Станислава Акацева. 1-1. Александр Соболев. Даже, можно сказать, репетировали. Идет вперед Соболев. Александр видит, что у Мяров заходит. Пауза, удар 2-1. Спартак выходит вперед. А забивает тот, кто забивает крайне редко. Ну вот, еще и пенальти. Отличный перевод. Вполне английский. Простреды сегодня проходят. И он проходит. Кадшаров делает первый дубль за Краснодар. У него не было до сих пор. Но каков пас? Их показали с табло. Смотри, как-то бьет. Рикошет. И мяч летит в ворота. Ганил Денисов срезает мяч в свои ворота. 3-2. И как ошибается сейчас центральный защитник. Мяч подхватывает Лесников. Ну сколько же тратит времени Лесников на этот удар? Ну он того стоил. Дмитрий Лесников на 91-й минуте. 11-метровых. Посмотрим. И здесь уверенно кладет мяч в ворота. Федор Чалов выводит вперед ЦСКА. 1-0. Могут помочь. Ответная атака Оренбурга. Юрлюк. Штрафной. Вот это да! Дорненько у нас не было турецких мячей. Турецких голов в смысле. А то с саблями можно это спутать. Вот такого рода голы. Переигрывать их ЦСКА получается, если получается только за счет индивидуальных усилий. Очень хороший пас. Очень хороший пас, которым удалось вернуть этот мяч Келвину в атаку. Долбов выйдут на поле. Так, а вот здесь вот ошибка Гойковича. Абос Файзулаев выводит на ударную позицию Федора Чалова. Ворота пустые. Смотрите, как болельщики просто в восторге. 3-1. Пас на Севикяна. Севикян в окружении трех соперников. Смог отдать мяч своему. И атака идет через правую бровку. Севикян здесь бросит. Обыгрывает. Под левую. Удар. Гол. Блистательная работа Севикяна с мячом. Так, а здесь что? На дальнюю штангу заброс. Караскаль исправляться. Атакующая игра. И Хорки Караскаль исправляется. Продолжает здесь искать вероятность угрозы. Динамовцы. Подача. Удар. И гол. Срывается скамейка Динамо. Невероятные эмоции здесь какие-то. Милехин. Милехин. 1-0 с аута. В этом матче сейчас радость на лице Николай Савельевича. Сейчас увидишь. Здорово Швитина сыграл. Сам ушел. И от Уткина, и от Акбахова. Идет дальше бразилец. Можно бить. Какой гол. Этот гол никто не отменит. Сам мяч отобрал. Ушел от Уткина. Ушел от подката Акбахова. Но никто в этом не признается. Тугарев. Тугарев. Переиграл соперника. Тугарев. Против него Филипенко. Филипенко надо поаккуратить. Есть у него желтый. Момент. Бол. Бол. И это Николай Комличенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова